Друзья, приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. Август это последний месяц лета и в этом месяце нужно успеть сделать массу важных дел в цветнике, о которых я расскажу в этом видео. Перед началом видео подпишитесь на канал, чтобы не пропустить интересную и полезную информацию в новых роликах. В августе продолжают цвести однолетники и повторно цветущие многолетники. Для того, чтобы продлить их цветение, необходимо вовремя удалять от свежей соцветия и цветки, чтобы они не тратили силы на завязывание семян, а продолжали нас радовать цветением. Также в этот период необходимо поддержать растения подкормками. Однолетние цветы подкармливают комплексными минеральными удобрениями, чередуя с фосфорно-калийными. Все многолетние цветы, а также розы и клейматисы необходимо в этот период подкормить любыми фосфорно-калийными удобрениями, которые помогут растениям накопить необходимые питательные вещества для того, чтобы успешно перезимовать. Натуральными источниками фосфора и калий являются костная мука и зола. В сухую погоду удобрения вносят под растения в жидком виде. В сырую погоду гранулированные удобрения можно рассыпать по поверхности почвы, немного заделав их почву граблями. Калий будет способствовать хорошему взреванию побегов у роз и клейматисов, а также будут закладываться цветочные почки у многолетников. Фосфор способствует наращиванию мощной корневой системы растений. Обязательно фосфорно-калийными удобрениями нужно подкормить хризантемы, астры, гладиолусы, георгины и иканы. В августе наступает благоприятное время для приживаемости всех растений. В этот период можно сажать, пересаживать и делить многолетники. Разросшиеся многолетники, которые обязательно нужно делить. Примулы. Их делят через каждые 2-3 года. Флоксы делят каждые 3-4 года. Дельфиниумы через каждые 2-3 года. Также делят бородатые ирисы, пионы, лилейники, лилии, невяники и остильбы. Это те растения, которые подлежат обязательному делению и рассаживанию. Так как если их не делить вовремя, то кусты со временем стареют, цветки мельчают. Корни у некоторых растений начинают выпирать из земли. Например, у таких растений, как флоксы и остильба. Это отрицательно сказывается на зимовке растений. В холодных регионах деление и рассаживание растений лучше перенести на весну. После деления рассаженные растения хорошо зимуют и менее подвержены различным заболеваниям. Цветки становятся крупные. В августе созревают в саду семена многолетников и однолетников. Их можно собрать, хорошо просушить и убрать на хранении. Семена многолетников для сохранения их всхожести необходимо держать в холодильнике до момента посева. Посеянные в июне многолетники в августе высаживают на постоянное место в цветник или на клумбу. На зиму их можно будет укрыть лапником или укровным материалом. Выкопанные ранее луковичные многолетники прогревают при температуре плюс 20-30 градусов. А в конце августа высаживают на постоянное место. В августе можно поделить и рассадить нарциссы. В августе можно посеять двухлетники. Они успеют прорасти и окрепнуть к зиме. А в следующем году уже порадуют своим цветением. Также в августе у растений накапливаются различные болезни и вредители. Чтобы растения в зиму не ушли ослабленные, их необходимо опрыскивать специальными средствами. От болезней применяют такие препараты, как фитоспорин, абигопик, хом, бордовская жидкость, скор и т.д. От вредителей помогают такие препараты, как зеленое мыло, актора, фитоверм, актелик и другие. Спасибо за просмотр! Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и напишите любой комментарий. Тем самым вы поддержите ролик и канал. Субтитры сделал DimaTorzok